Ну в этот день, в 1938 году, в магазины Великобритании поступило 35 миллионов противогазов. Причем впервые их предложили гражданскому населению. Доступные эти средства защиты были в СССР, можно было даже для младенцев их купить. Вместо маски была разработана герметичная сумка из прорезиненной ткани на металлическом каркасе. Воздух для дыхания проходил через противогазную коробку, а брать ребенка можно было с помощью герметичных резиновых рукавов. Но сейчас противогазы немного изменились, но команду «Газы» осваивают также с юных лет. Подробнее Людмила Чепурных. Мирное отделение «Газы». Когда звучит эта команда, у курсантов есть всего 25 секунд, чтобы надеть противогаз. Согласно замыслу, террористы взорвали вагоны с опасными химикатами. Токсичная жидкость залила все вокруг, и теперь без спецзащиты по территории передвигаться опасно. Но задача этих бойцов не только остаться в живых, но и захватить противника. В противогазе с оружием нужно незаметно проползти до точки, где скрывается враг. Преодолевать рвы и холмы курсантам не в новинку. Но в этот раз главным препятствием стал сам противогаз. Если у меня сначала противогаз большего размера был, то окуляры запотевают. А так, если противогаз своего размера, то все идет как надо. Вместо ядовитых химикатов дым. Такие учения – один из этапов подготовки будущих военных химиков. Раньше методики разрабатывали для определенного рода войск. Сейчас выпускают универсальных солдат. В данном упражнении вы видели только начало, предварительную часть испытаний, которые приходится проходить бойцам в радиозащитных войсках. То есть они должны пройти данную полосу препятствий с дымами, со всеми делами, с полным абонированием, которое весит около 10 килограммов, не менее чем за 3 минуты. А вот рядовому Петрову не повезло. Условно пораженного бойца реанимируют в лазарете. Здесь не только рассказывают, как оказать первую помощь человеку, который отравился газами, но и показывают, как выносить из зоны поражения. Вот, я с ним пошел. То есть способ реальный? Рюкзак только один из способов, а их существует около десятка. Какой из них применять напрямую зависит от веса пострадавшего. Понятно, что если пострадавший весит, например, 100 килограмм, а оказывающийся помощь в десятки килограмм, конечно, он его так не утащит. Но уже нужно другие способы придумывать. Кроме рюкзака, то есть можно использовать подручные средства. То есть даже с помощью двух вот таких вот курток можно соорудить и с помощью двух палок носилки. Базовые знания по химзащите кадеты изучают неделю. В радиационно-химических и биологических войсках будущие солдаты постигают все основы за 4 месяца. Ведь в реальности они должны первыми оказаться там, где без специальных знаний и снаряжения можно просто погибнуть. Людмила Чфурных, Павел Михайловский. Тюменское время.